всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу иудив в шатре осталась одна иудив с салаферном упавшим на лужу свою потому что был переполнен вину иудив велела служанкой своей стать вне спальни и и и ожидать ее выхода как было каждый день сказав что она выйдет на молитву то же самое сказал она и углу когда все от нее ушли и никого в спальне не осталось ни малого ни большого иудив став у постели алаферна сказала в сердце свое господи божий всякой силы призрив час сей на дела рук моих и возвышение иерусалима и бы теперь в время защитить наследие твое и исполнить мое намерение поразить врагов восставших на нас потом подойдя к столбику постели стоящего в головах у алаферна она сняла с него меч его и приблизившись к постели схватила волосы головой его и сказала господи божий израиля укрепи меня в этот день и изо всей силы дважды ударила по шее алаферна и сняла с него голову и бросив с постели тела его взяла со столбов за нас спустя немного она вышла и отдала служанкой своей голову алаферна а это положила ее в мешок с осистными припасами текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу а